нет они у тебя ты решила смещать все бусинки по цвету да да и кошка у нас сегодня занимается творчество самостоятельно а и Надо посильнее, Викошка Ты нога надобирай воздуха И выдыхай прям Сильно Вот сюда, Викошка На платье Не надо Не надо снимать? Ну хорошо Не надо снимать Тихо, Дарина, не пугай Давай, желтенький доставай Вот еще желтенький Спасибо Можно кто-то понаблюдать за вами? Спасибо, Викошка Викошка иногда не разрешает, чтобы я снимала Процесса Ну да, а кушень я не езжай, одень его Хорошо, ладно Что ты там достаешь? Какой цвет? Ну и все Пинцет вам надо Ну а-няу! Кто мог подумать, что тихие ночи Столько хранят чистоты непорочной О, сколько еще непридуманных сказок Мифов, рассказа Где каждая строчка мечтой серебрится Где светлой надеждой смеются страницы Где сильных героев встречают преграды О том лишь награды Ну и что? Что так совсем недолго? Нам с тобой Выпало летать Ну и что? Что так немного толку Из того Что кому-то летать А кому-то ползать Какая красота Это вы Зайчик? Ой Какие у него щечки красные, румяные А глазки-то какие Черненькие Бусинки Вы с папой делали? Да Ребята, всем огромный привет Мы сейчас только что проводили нашего папу на дачу Он решил во что бы то ни стало поскорей достроить наш домик Чтобы мы все лето уже провели там Так Какие у нас вообще сейчас мысли? Какие у нас чувства? Какое у нас настроение? Читаю также ваши комментарии Понимаю, что сейчас у всех такая наступает пора трудной жизни Давайте с вами верить и надеяться, что все это когда-нибудь действительно закончится Мы все это забудем Самое главное Это не унывать Не сдаваться Потому что Вы знаете, вот даже вот у музыкантов Как они говорят Даришка проснулась Даринка у нас сегодня всех так рано разбудила Но проснулась еще не было пяти утра Брея Так Дариша хочешь? Ну иди, иди Даринка Брея с тобой погладь Брея, конечно, вообще от Дарины не отходит Убрала Брею от Даринки Потому что не успела я ее с утра вычесать И у нее, смотрю, прям шерсть клочья не летит Не хочу, чтобы Даринки попадала в глаза, в нос Вот Поэтому она тут со мной вот Рядышком сидит Ну вот так вот и Даришка нам сегодня перебила сон Мы потом с Викой не смогли заснуть А Даринку я подмыла Переодела Она у нас Снова заснула А мы с Викой пошли готовить завтрак Проводили Лешу И я решила сегодня поснимать Для вас влог Так что давайте, ребят Будем набираться легких Мыслей Я понимаю, что мы вряд ли от них куда-нибудь взлетим Ну Это, знаете, вот начала-то я вам рассказывать Про музыкантов Как они говорят Вот как инструмент настроишь, так он и заиграет Так и мы с вами Как настроимся, так и зазвучим Поэтому все Думаем о хорошем Достала сейчас я кабачки Почищу их Хочу приготовить оладьи Для Леши с Викой я добавлю фарша мясного А для нас Даринкой морковки Такие вот будут овощные И мясные Положила Даринку снова поспать Не сидит она сегодня в стульчике Вчера еще попробовали ее повертикализировать У нас, кстати, новое положение в настройках Мне все вам никак некогда рассказать Обязательные условия вертикализации Дарины Ее ноги должны быть в туторах В ортезах Без них мы даже ее не ставим Вот она засыпает Вот смотрите мои наблюдения По состоянию Дарины Те зрители, которые со мной с самого начала Они знают, что я Даринку больше года С 2018 года по 2020 год Почти вот, да, большую Даже около двух лет Я ее ничем не лечила Я даже не давала ей никаких витаминов Мы не обращались с никаким специалистом Просто вот для себя мы сдавали Анализ крови, биохимию, мочу Кал вот раз в полгода Ну, чтобы понимать, что у нее вообще там Внутри происходит И вот с Даринкой было все хорошо Я сама ей подобрала питание Убрала молочные продукты Животные все белки И я ей нормализовала пищеварение То есть у нее Благодаря такому вот питанию Нормализовался стул Он стал регулярным, мягким У Даринки прошла вот эта вот скрипучесть И меня это очень даже радовало Потом мы вернулись снова к нашему доктору Я в видео уже рассказывала про нее Не стану сейчас говорить фамилию Потому что я все равно к этому врачу Отношусь с глубоким уважением Несмотря на то, что вот в этот раз Когда мы к ней вернулись Она нам назначила по протоколу Вот свои флоры Которые вот она в своей лаборатории Изобрела Даринке Они только навредили Конечно же я их все выкинула Ну ладно, все Что было, то было Опыт, он есть опыт В общем, я теперь Снова не с этим доктором Эти все пробиотики, флоры я выкинула Но у нас теперь есть Другой врач Я ему больше верю теперь Чем тем ранечным, которые были с Дариной Как-то вот Не знаю Вот интуитивно И по его мышлению По его отношению к Дарине И он меня предупредил Говорит, Марин, я сейчас назначаю Новый курс Дарине Он будет отличаться от всех ваших предыдущих Но вы должны быть готовы Что все ее выздоровление Пойдет через ухудшение То есть вот прям в прямом смысле Через боль Ну вот, Дарижка засыпает Давайте я вам тогда покажу свою ванную комнату Я не обещаю, что я Сейчас вам устрою этот целый шрум-турум Давайте быстренько пробежимся Я, конечно, не буду подробно останавливаться над каждым своим этим самым тюбиком-флакончиком Просто расскажу вам про полки Это вот такие стеклянные крепежные угловые полки Их у нас целых три Они у нас установлены прямо над самой ванной А здесь у меня вот все таким образом расположены Правда, Леша вчера говорит Марин, что-то здесь у тебя совсем неправильно Решил мне немного выложить по-своему, да Как он это видит, вот эту вот верхнюю полку Ну, я не стала мешать Пусть он проявляет свою креативность Помогает мне А здесь вот так вот Вот эта вот полка пока только предварительная версия Может быть, я тоже куплю Вот такой вот удобный органайзер Сюда можно складывать разные бутылечки, тюбики Даже вот такие спонжики Кстати, я ими снимаю маски Вот, ну, я вам сейчас не стану, конечно же Чтобы не загружать ролик Не смогу показать и рассказать вам Конкретно про свой уход И про свои ухаживающие средства, да, косметические Сниму вам отдельный такой ролик Обзор полный И тогда уже, кому будет интересно эта тема Вы его сможете спокойно посмотреть Постараюсь снять в ближайшее время Все, конечно, будет зависеть от того, чтобы Вика не отвлекала Даринку ничего не беспокоило Ну и Леша Отнесся к моему желанию и к вашему пониманию Так, в общем, почему мне так нравится Вот именно в таких вот лотках В таких вот контейнерах, да Потому что вот так вот удобно взять, например, сразу Здесь все находится, все содержимое Вот так вот я ставлю И уже беру то, что мне необходимо И потом это удобно, кстати, все убирать Мыть, поддерживать все в таком вот В идеальном чистом виде А в этом лотке я решила расставить вот такие вот круглые баночки Здесь у меня маски, крема Сыворотки хорошо так удачно вместились Это, кстати, для Рашпозей Мне их назначил дерматолог И на заднем фоне лосьон Базирон Для очищения проблемной воспалительной кожи Вот эти вот ниши мне очень нравятся Они у нас с подсветкой И на мой вот такой вот вкус Мне кажется, я удачно подобрала Вот такие вот предметы, да Для интерьера вот этого существующего места Потому что они очень хорошо как раз вписались сюда Вот этот вот олененок Это подарок моей двоюродной тете Она уже, конечно, умерла Царствие небесное Она являлась двоюродной сестрой Моего родного дедушки по маме И когда я была совсем еще девочкой Мне было, наверное, лет 9 или 10 Я у нее гостила в гостях У нее своих детей не было, к сожалению И она мне подарила вот эту вот статуэтку на память Но там еще были другие подарки Но вот этот вот сохранился И смотрите, как он здесь вот достойно занимает свое место И память я сберегла И хорошее такое вот у него продолжение жизни, да А тюльпан Это статуэтка Это вообще подсвечник Тоже такой вот интересный Фактурный, красивый А наверху у нас тоже есть такие интересные вещицы Аромалампа Это подарок для мужа От моей подруги Светланы Которая живет в Германии А вот такая вот кукла Ангел Она выполнена ручной работы Я ее покупала, наверное, года три тому назад Как талисман Каждый год я себе стараюсь купить какую-то игрушку Символ нового приходящего года Ну а здесь вот так вот Я решила в этот раз все организовать по секциям Да, вот такие вот контейнеры Мне кажется, такой вариант более удобный, чем вот раньше Сейчас я вам покажу, как было раньше Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вот так вот, мне кажется, намного все-таки эстетичнее даже смотрится Здесь вот у нас только щетки Мне, кстати, писали девочки, да? Вот говорили Марин Щетки нужно всегда хранить в открытом доступе Чтобы они имели такое вот свойство, как проветривание Ну, вы знаете, мы, во-первых, щетки меняем очень часто, раз в месяц После каждого использования мы их хорошо моем Просушиваем полотенцем и только потом прибираем Здесь у меня в основном крема у влажнителей За исключением вот этой вот маски Мощная маска такая Но я вам потом все подробно расскажу про весь свой уход Здесь у меня только все для ухода за губами Здесь за глазами Здесь у меня лечебная аптечная косметика Что, Вик? Что у тебя во рту? Во рту что у тебя, Вик? Иди прожей, потом мне скажешь, я ничего не могу понять Так, а здесь у меня тоже вот такое вот все смешанное Это щетка, Вик Здесь у меня, значит, резодорант Пантенол, крем с гиалуроновой кислотой Я его применяю только после таких фидингов, которые я делаю салонные Вот, смотрите Вот, видите, литушка отвлекает Я вам боюсь, что сейчас даже не докажу все Здесь у меня только солнцезащитная крема И вот такие вот скралики корейские В миниатюрные такие вот версии Вот этот очень хороший мне нравится Ну, в принципе, знаете, я раньше делала себе скрабы Когда у меня не было финансовой возможности Это не бабушкина щетка, Вик Это щетка специально для того, чтобы чистить труднодоступные места Я когда нашла вот такую щетку, я всегда делаю какие-нибудь такие вот Уборочки, когда, допустим, я не могу добраться То вот очень хорошо вот эти вот все мелкие зазорчики очищают На, прибери Так, ну а здесь у нас в основном тоже все по таким вот лоткам Я организовала И здесь и мужи, вот такие вот инструменты, ножницы Зажигалка, станки Здесь у нас все, что касается гигиены полостерка Здесь у нас такие вот находятся принадлежности, которыми мы пользуемся крайне-крайне редко Ну, например, вот такой вот мыло, ручная работа, подарок мужу от его партнеров Детское мыло У меня муж любит еще иногда себя мыть обычным детским мылом Это вот его баночка специальная, он промывает нос Ну, тут все такое вот по его части Здесь у нас запасные футлярные зубные щетки Электробритва Косметика мужа Кстати, вот видите, детский крим он даже пользуется Его самый удобный, любимый крем, который его не отражает после бритья от фабрики Свобода А здесь уже мои масочки Хорошо так они тут Разместились туалетная вода Дже, ну, так она надоела по аромату, по запаху Маленькую веку могу мать? Подожди Аккуратце Подожди, я не разрешаю пока Маленькую веку, Ваше А маленькую веку, мы с тобой о чем договорились вчера? Про маленькую веку? Ты же вчера не хотела прибирать, не мастер А все, а что? Нет Так, ну, в общем, здесь вот маски у меня И да, это будет замарять я губки дарю меня Так, у нас Вика возмещается, отвлечемся Здесь почти вот ничего тоже не изменилось Я только навела порядок И еще так вот более удобно разложила Полную организацию, не знаю, может быть и снять видео Вот такое, я знаю, что многим зрителям интересно Всегда для себя что-нибудь такое Получить какое-то вдохновение Ну, видите, вот векушка здесь у меня уже Здесь уже со своими просьбами, пожеланиями Тут вот такие у меня вот инструменты Ножные, такие штучки-шпатели для очистки глаза Когда я ногти обрабатываю сама себе Так, а в третьем ящике у нас Здесь пока все не совсем удачно Потому что моей фантазии не хватает Как же все здесь так вот организовать Раньше я хотела, видела этот ящик Только под наши банные полотенца И все, и больше ничего Но так получилось, как видите, у нас тут и туалетная бумага И вот эти вот пены для бритья, которым уже больше 5 лет И ими муж не пользуется, но не дает выкинуть Я говорю, Леша, зачем они нам нужны? Он говорит, а вдруг понадобится? Вот логика, да? Так, коврик для ног Один коврик для ног Два желтого такого яркого цвета И наша занавеска Скоро я ее повешу А с котятой не уберу То есть вот это у меня как будто на лето Она, кстати, под крытку хорошо подходит Вот видите, я ее покупала Специально искала долго-долго И вот удачно Удачное такое мое Открытие Как я шла в магазинку, смотрю везде Думаю, как же я тебя долго искала Почему ты мне раньше не попадалась? Вот она теперь у нас есть А тут у меня уже все на выброс Такие вот красивые пузыречки, да? Бутыльки, тюбики, пакетики Давайте я вам покажу, от чего я решила избавиться Вот такое вот эфирное масло Лацей Для прижигания прыщиков, комедонов на лице Но оно абсолютно оказалось бесполезным А вот как раз вот его аромат меня убивал Выкидываем Лечебный лосьон зеркалин Для углевой сыпи Хороший был поначалу Он справлялся со своей задачей Но так как кожа моя стала к нему быстро привыкать И он уже потерял свое воздействие Вот это вот тоже эфирное масло пихты Ужасное какое-то самопальное Совсем оно пихтой не пахнет Просто можно было задохнуться Тоже туда же на выброс Такой вот лосьон тоник для лица Иланг-иланг На начале все было хорошо Но со временем водичка стала быстро так мотнеть Давать осадок И естественно я уже не буду такой пользоваться Вот такая вот баночка масла для волос Для роста густоты волос Но я ее пользовалась Очень так регулярно Два раза в неделю Все как рекомендует производитель Но оно мне совсем не подошло И совсем неудобно оказалось в применении Потому что масло без кипетки Но это ладно У меня есть такие специальные одноразовые кипеточки Но неудобно тем, что оно не бережет абсолютно моего времени Маску нужно наносить на 20 минут Уходить в термошапочке И потом смывать Нет, такие все процедуры уходовые Для волос особенно для волос не подходят Вот такой вот тоже флюид разглаживающий Для пористых непослушных волос Абсолютно ничего он там не сглаживает Наоборот, только волосы еще больше пышатся И становятся такими тяжелыми Бесцветными какими-то Жалко тоже вот Мусорное ведро Маска тонирующая с оттенком беж А получается после нанесения этой маски Волосы превращаются в машинный такой серый цвет Мне даже ее кому-то предложить Подарить, хотя полный почти тюбик Маска не дешевая Но кому я ее подарю? Кому предложить? Я не желаю никому такого цвета Нет, только вот на вынос Блискур Я не знаю вообще зачем я повелась на вот это Вот то, что здесь пишут Блеск, какая-то там облегченная версия Гладкие блестящие волосы Вообще все неправда И самое на что я повелась Это для тонких тусклых волос Неправда, не верьте То, что здесь написано Потому что вот как раз все наоборот Ваши волосы становятся еще больше тусклыми Еще больше не блестящими Какими-то тяжелыми Негладкими Ужасными Ужасными Просто волосы как стекло Шампунь очень хороший Но у нее закончился уже срок использования После его вообще ощущения Волосы становились блестящими Такой красивый оттенок придавал Особенно для сепленных волос Но я им пользовалась очень крайне редко Потому что по составу не совсем он выгодный Для моих волос И естественно так как не часто пользовалась По сроку давности уже пора про него забыть Теперь вот эти два продукта Я не знаю, что вы с ними делать Потому что вот прям под большим таким вопросом Оставить или их вот тоже вот утилизировать Подарить я их конечно никому не смогу Так как я им уже пользовалась Это все-таки средство личного гигиена Хорошая очень даже пенка Улиточная такая По составу Тут с экстрактом сына улитки Она хорошо очищает лицо Особенно после макияжа Кожа становится такой упругой Но вот такое чувство Что как будто я умываюсь какой-то пеной для бритья И она в расходе очень-очень такая Вся медленная Там буквально надо сгорошено Она так хорошо пенится Вроде бы наоборот Надо радоваться, что экономичный такой расход Но и цена у него недорогая Там не больше 600 рублей Я покупала Это колеская такая вот пенка Но она мне морально поднадоела Потому что я все жду Когда же, когда же Я ее все уже использую Ну не скажу, что прям вау Какой-то эффект после вот ее применения На моем лице Я не замечаю Но она и не портит лицом Может быть я оставлю Потому что вот цена улитки здесь Самая такая важная На что я обратила внимание Когда я покупала Ну вот под вопросом Поэтому пока в сторонке Здесь я тоже к нему Уже несколько раз подхожу К этому такому красивому синему бутылку Здесь у меня вообще спрей Матирующий такой вот Финиш дает для лица Он еще ничем нравится Тем, что у него Анти такой вот Микробный эффект Для моего лица Это очень всегда важно Потому что я постоянно Вот эти высыпания в Т-зоне Я с ними всегда борюсь А вот этот вот лосьон Он как раз их контролирует Но почему я решила От него избавиться Хотя по сроку использования Он проходит Потому что Он матирует кожу А я же вот любительница Блесского, блянца И вот Иногда я с ним спорю Ну хороший Очень хороший Это корея Вот кому Кто страдает жирной кожей Девчонки вот советую Оставлю все-таки Потому что сейчас лет Неизвестно как Моя кожа себя будет проявлять Тем более Если он еще не вышел По своим этим Воздействующим Да, вот таким характеристикам И по удаче Что можно им еще Смело пользоваться Наверное пусть будет Ну и тогда Наверное Пенку эту тоже Сохраним А здесь вот эти вот пакетики Тут маски Крема Классионы для тела Ну это все Миню версии Как вы видите Одноразовые такие пробочки Часто их подарят в магазине Вот или когда я прихожу Салон красоты На уходовой процедуры Косметолог всегда с собой В сумочку кладет мне Так, вот такой вообще Дарашпазе Маленький такой вот тюбик Очень удачно брать с собой В дорогу Но это крем Он очень плотный Мне не подходит Я в принципе Вот это вот знаю Кому я это смело И отдам Да, сделает человеку приятно Я знаю кому Поэтому вот это вот Пойдет Положаем Руки А Викушка Сегодня все утро У нас сейчас уже 12 часов дня Вот она все утро В нашей кровати Не хочет выходить Викушка Ну что ты Не балуйся У меня бабушка Да не бабушка Какая ты бабушка Ты просто Не баба идет Не баба идет Не баба идет В общем Вика сходит с ума Я вам ее даже Не буду показывать У нее поведение не очень Она устала Она еще не выспалась Она не может никак Сейчас заснуть Я баба еда Я баба еда Ты Вика Какая ты баба еда Я баба еда Ой, у меня сегодня Первый завтрак Время уже 12 часов Да, я вам говорила А я еще ничего В рот не брала Кроме кофе В общем я решила Попить чай Здесь у меня Прифрукт Печенье на десерт С маслом И вот такой вот Маленький такой Бутерброд со шпинатом А сверху Яйца жареная Вики готовила завтрак Яичница вот осталась Как раз я сейчас Это все даю Ну что, приятного всем аппетита Приятного аппетита мне И кошка тут подкралась Грейпфрукт хочешь, Вика? Или печенье с маслом Намазать будем? Я горькое Грейпфрукт горький А печенье-то нет Не хочется сниматься сегодня Намазать печенье, Вика А мама Я его отчистю А мама Я его отчистю Отчистит тебя? Угу В общем, как вот здесь Вот маме покушать, да? Вот Вика пока Почистит грейпфрукт Тихо, Вика Если будешь так вести себя за столом Ты пойдешь отдыхать Я шок не делаю Мм? Ты шок не делаешь, ты горький Ты что во рту держишь? Я не могу тебя разобрать О чем ты говоришь Так ты ничего не понятна Я шок не делаю Шок не делаю Сок? Да Малбатик Что, тебе нравится? Горький? Да Зато полезный, Вика Ммм А кушаю, да? Кушаю, кушаю А ближе подвинься за тарелочку Не очень Не очень? Ну это же не апельсин У него вот такой вот Горьковатый Немного вкус Я очень Мексин Угу Делай как Я не очень Вот такое А вы любите вот так вот Кушать печенье с маслом? Я, я, я Да, да Ты будешь? Ну на, покушай Вот так вот Кушай Это маха Я люблю маха Любишь масло? Мне даже стыдно Нам сегодня показываться Потому что я не успела Помыть голову Ну из-за того, что вот Даринка, она проснулась И Вика И мужа надо было провожать Всех пока накормила Вот сейчас тоже не могу Никак покушать И уже, знаете Замечаю за собой Что как-то вот Мне не очень всегда Комфортно В желудке Потому что вот у меня Збойное такое питание Я уже начинаю Худеть Ну я В принципе у меня Такие вот скачки с весом Я как могу быстро похудеть Так же могу быстро набрать Но впервые в жизни Я не хочу худеть Вот сейчас вот То самое состояние мое Когда я понимаю Что вот именно В таком возрасте Мне худоба вообще ни к чему И не нужна Я ем все, что хочу Я ем все, что мне можно Все, что как-то вот И сладкое, если я захочу И жареное И ну вот единственное Что мои порции Стали такими маленькими-маленькими Я наедаюсь буквально Ну вот как говорят Твоя порция должна Вот составлять объем Двух ладошек Вот примерно так А раньше мне нужно было Вот так вот погурманить Ну я до сих пор осталась Пристрастно От ночного времени Обожаю Возличную выпечку Кондитерскую Макароны, пироги Вот это вот все Моя прям беда Ну я кушаю этого очень мало Двух ладошек Кушаю печенье с маслом Намажу я себе Наверное сейчас тоже Так мне захотелось Вот именно как в детстве У нас так вот родители Всегда кормили А вам не будет так горько? Мне не будет горько У меня маленький когда брат был Он всегда вот так вот Он у нас плохо разговаривал Какой? Папа был? Когда маленький был Плохо разговаривал Нет, брат у меня был старший Артем его звали Да, ты про него не знаешь Потом выристошь Что-то я расскажу Так вот он когда был маленький Он подходил к маме И вот так вот все время Показывал Это значит вот печенье Намазать маслом И сверху печенье Мы понимали А меня можно было домой Заманить? Мама рассказывала Я очень любила гулять А мама у нас его Он идет на гочи Кто к нам придет, Костя? Атон Артем? Да Вова вата Он идет на гочи Мама Мама Дайте мне еще так же Еще тебе намазать? Вик, ну ты вот этот Свой кусочек доешь Это чая Чая? Волшебное слово И бабушка, мама Вот И бабушка, мама Пожалуйста, мама Да Я тебе скажу Пожалуйста На здоровье Что такое? Наелась уже Как поросенок Да, отрыжки Давай стаканчик Кружечка, давай Держи Держи Субтитры сделал DimaTorzok Мы еще сейчас Дарине стали давать витамины Значит, какие у нас Обязательный комплекс B12 Омега-3 Витамин С Даем жевательные волокна для пищеварения от дисбактериоза Я же вам не рассказала рецепта ладьи, да? Значит, 5 кабачков маленьких Одна крупная морковь, луковица Соль, перец, чеснок мы добавляем по вкусу Также не забываем 2 яйца И вместо муки я сегодня добавила кукурузную поленту Стою жарю оладьи, а сама хочу спать, вот не могу Унесла Даринку сейчас, она заснула Хочется так поскорей к ней тоже лечь под бочок Но вот задача, как Вику у меня уложить Потому что она вообще никак не укладывается Разыгралась Я вообще поражаюсь, сколько же в ней энергии Она проснулась в 5 утра, вот вместе с Даринкой Вот как это называется, ребят? Как вы думаете? Больница? Да Ну вот так вот Викошка иногда играет Сегодня она достала полностью вещи Вот носки, ведерко она складывала Здесь какие-то жилетки, курточки Я не понимаю, что у нее сегодня вообще за тема игры Я поняла, что это у нее больница А при чем здесь вещи, вот эти вот книжки Обувь Вик, ну так ты объясни, я не могу ничего тут разобрать Почему у тебя в больнице столько много вещей? Я сиколы Викошка, я все равно не могу понять, зачем тебе вещи нужны в больнице И книжки Ну ладно, книжки можно читать больным, да, деткам? Да Чтобы мне было скучно Чтобы они поскорее выздоровели А вещи-то зачем? Для чего столько много? А мы купим и фототельничь одежды А че-че лайк? Одежду в больницу? Да А мы вот одеть одежду Я не поняла вообще ничего Для чего вот эта одежда витам нужна? Что-то я сегодня подустала Но это от того, что не выспалась Пойду тогда сейчас прилягу к дорешке Может быть удастся даже поспать Пока Вика играет Да Да Ты я забив? Да нет, еще не сплю Я думаю, что я буду спать Иди попрощаемся Иди скажем пока-пока Над нашим зрителям Папа Пока-пока 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 Скажи, не скучайте там, да? Не читайте Ой, она уже колготки переодела Представляете? Ты с Дариной играешь? А что делала? Я 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 Вика Я Хотела просто показать Как ты С Даринкой обращаешься Нежно Как ты ее любишь Да, Вика Сейчас, Викушка Я со всеми попрощаюсь Скажу пока-пока Всем пока Всем пока-пока Вики Я не знаю Какой уже у Вики По счету наряд Это, конечно Вообще Звезда сегодня А где такой тигр? Какой тигр у тебя? Веселый тигр Куртка-то у тебя Дизайнерская Нет, вот тигр Очень даже такая Крутецкая Вот тигр Мы еще Даринке ее покупали Вот эту Дарине покупали Это очень даже такая Известный бренд Да Она Это Дигра А у нас Кошка Кошка, да Все, мои хорошие ребятушки Давайте Верим Надеемся Действительно Нельзя отпускать Надежду Так что Держим ее В руках Верим в ее силу Лелеем ее Договариваемся С ней Чтобы она нам Ответила взаимностью Не подвела нас А я постараюсь Конечно Почаще Самое главное Чтобы у меня Появлялась возможность Почаще К вам выходить Снимать интересное Для вас видео Я все ваши пожелания Девочки Помню Что вот уже Про косметику Про украшения Вот такой вот Долгожданный ролик Все они уже ждут И также мне хочется Много рассказать Про Даринку У нас вот Новые сейчас Настройки На вертикализаторе Также девочки Просили рассказать Про кресло Реабилитационное В котором Все время сидит Даринка Про питание У нас теперь Новая история Начинается С витаминотерапии Редактор субтитров Редактор субтитров Все, мои хорошие Давайте там Держитесь Всем пока И всего только Самого-самого хорошего Берегите себя Самое главное Вам здоровья Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров